14 февраля 2022 год Харьков 19.49 по Киеву в Харькове 14 февраля 2022 год Харьков 19.50 века Нашел я какой-то закуток, где хоть более-менее ветра нету, но минимальные какие-то колебания, по крайней мере. Весон 125, выдержка 1 на 250 Ом, а вот у нас кругленький, аккуратненький, 100-километровенький кратер Платона образовался в кадре. Линия Терминатора. Послезавтра пала Луния. Вот у нас ветер и настиг даже здесь. Боюсь, погода не позволит нам. А ну давай, я сейчас попробую еще глубже под заборы, под кусты забраться. Что у нас там? У нас там на таких настройках светочувствительности все равно не получится поснимать Бетельгейзе, Сириус. В этом дубле будет только Луна, поэтому я могу себе позволить закрыть правую часть неба строительным забором от ветра. Такс. Все. Не трогаю камеру. Выдержка 1 на 320. Чуть потемнее сделал. Не вижу хорошей резкости. Но пока камеру трогать не хочу. Просили меня в комментариях поменьше дергать камеру, но вот не дергаю, это просто ветер. Ну а вот кратер Рестар. Беленький. Один из самых молодых, 60 миллионов лет ему. То есть не намного старше, чем я. Так. Хочется, что же парище сделай. Но получается только колебать камеру. Давай, сейчас он в Тихобраге. Ну то есть не лично, а кратер Тихо. Который по фамилии, по имени Тихобраге. Ученого. Даже не знаю, астронома, алхимика. Мультиинструменталиста. Ученый мультиинструменталист. По-моему, датский. Каплю датского. Так. Уходит куда-то луна у нас. Не так, как интересно. Да, тяжело сориентироваться. Лично потому, как то, что я вижу в окуляре, это вовсе не то, что будет видно потом на экране. Мне угадать сложновато. Полнолуние послезавтра 16-го. Впереди будет, вот он, кратер справа. Кратер Тихо. Я уже даже от камеры отошел. Вроде колебания практически исчезли. Сейчас. Все. Отдаю луне самостоятельно через кадр проплыть. Держусь подальше от камеры, чтобы сердцебиение в мое камеру не шатало. Какая красотень. 393 тысячи километров сейчас до луны от Земли. Конечно, в комментариях удивляются, как может фотоаппарат на таком расстоянии снимать. Не вижу тут ничего удивительного. Мы видим Сатурн, который в полутора миллиардах от нас находится невооруженным глазом. Как точку, конечно. Мы видим в уму. Невооруженным глазом. 150 миллионов километров до Солнца. Ничего не мешает нам его наблюдать. Так что аппаратура вполне способна телефоном снять луну. В 400 тысячах километрах от Земли нет никаких проблем. А тем паче, такая аппаратура, как ультразум, мой Nikon Club XP1000, 125-кратный оптический зум и 4-х кратный цифровой. В общем-то, по приблизительным подсчетам не моим, а ребят, которые смотрели мое видео, это примерно увеличение в 70 раз кратность, если говорить о кратности биноклей, телескопов и подобных оптических систем. Потому как зум, это все-таки, конечно, совершенно другая характеристика, это отношение математическое, диагонали к фокусному расстоянию, диагонали диаметра О, кратера Рейстарта. Ну хорошо, затянулся наш дублик. Сейчас буду снимать, увеличу светочувствительность и буду снимать не только луну.